Всем привет! С вами Галалейла и у нас снова Лига Чемпионов, второй тур. Я напоминаю, что свои прогнозы я делаю в приложении UEFA Gaming. Если тоже хотите посоревноваться со мной, то ссылочка будет в описании. Заходите, скачивайте и присоединяйтесь к моей лиге. Ну, а я приступаю. Если вы видите, после первого тура у меня очень хорошие результаты. Я на 92-м месте в России и на 7917-м в мире. В целом, очень хорошо набрал 52 очка. Но на самом деле в Лиге Европы, то, что я вам не показывал, я там тоже делаю прогнозы. Там ситуация лучше, я там второй в России. В общем, как-то так потихоньку даю прогнозы. Ну, а сегодня у нас на очереди следующие матчи. Напоминаю, что с этого сезона UEFA Gaming predict 6. То есть, не на все матчи даются прогнозы, а только лишь на 6 игр. И мне эта система, на самом деле, нравится гораздо больше. Ты не ставишь на миллионы матчей. И вот это вот где-то хорошо зашло, где-то плохо. Есть 6 отборных матчей, где есть шанс теперь у всех потягаться. Итак, я приступаю. Первый матч на сегодня это Штутгарт-Спарта. И скажу, что вот в целом Спарта мне видится посильнее на сегодняшний день, чем Штутгарт. Кто-то скажет, что ты говоришь, да, где Бундеслига, где у нас вообще Спарта и так далее. Но мне кажется, вот Спарта как-то посыграннее, что ли. По крайней мере, по первым матчам. То, что обзоры я видел. Мне очень понравилось, как они действовали. Поэтому я вижу, что они потягаются, как минимум. Но Штутгарт за счет родных стен тоже будет показывать некий результат. Поэтому мне кажется, вот я здесь долго колебался, что все-таки будет ничья. Беру 1-1 и двигаюсь дальше. И, кстати, говорю, что первыми отличаться именно Спарта-Прага. Следующий матч, следующий матч, Интер-Цервена-Звезда. И здесь, казалось бы, все очевидно. Казалось бы, все просто. И спокойно можно ставить на Интер. Но я не думаю, что Цервена-Звезда будут мальчиками для битья. Но история в том, что еще, что Цервена-Звезда, первый свой матч, они, насколько я помню, проиграли. Сейчас мы перепроверим. Цервена-Звезда, да, Бенфики проиграли. И здесь, конечно, уже отступать некуда. Нужно выигрывать, нужно набирать очки, если хотят бороться. И они пойдут вперед. Но Интер, есть Интер. И дома они очень-очень сильны и опасны. Поэтому здесь, я думаю, что Интер откроет счет. Но Цервена так просто не отдастся. Матч должен быть очень и очень тяжелый для Интера. В первую очередь, но Цервена-Звезда, мне кажется, что-то должны показать в этом матче. Двигаемся дальше. Арсенал-ПСЖ. И вот здесь, вы знаете, кто-то опять будет топить за ПСЖ, говорить, какие они молодцы, какие у них там звезды в команде. Но все-таки я вижу Арсенал сегодня на несколько голов выше. Как вы мне не говорите чего, Арсенал-Арсенал на сегодняшний день очень на хорошем ходу. Поэтому здесь я не колебался, что Арсенал все-таки победит. Тем более, играют дома. И более того, я использовал бустер на этот матч. Который умножит на два все очки, которые я заработаю в этом матче. Поэтому Арсенал-ПСЖ 3-1. Единственное, знаете, в чем сомневаюсь, что слишком голевой матч я сделал. 3-1, 4 гола. Ну, где-то мне что-то внутри подсказывает, что может и не быть столько голов. Но победа Арсенала почему-то мне видится очень очевидной. Следующий матч. И вот тут шахтер Аталанта. Мне кажется, здесь будет нашла коса на камень, знаете. Когда вроде бы голевые команды. Но так часто бывает, что матч может получиться без особого изобилия голов. Поэтому здесь мне видится тяжелая борьба. И все-таки в которой выиграет Аталанта. Должен зарешать все какой-то вот один момент. Один момент зарешает. И мне кажется, больше ни во что это не разовьется. Поэтому здесь беру победу Аталанты 0-1. И, конечно же, первая забьет Аталанта. Пока переходим к следующему матчу. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на новые QR-коды. Которые на ваших экранах. У меня новый партнер. Поэтому заходите, пользуйтесь. Предложение очень хорошее. Карта год без процентов. Спокойненько месяц рассчитываетесь картой. И целый год, целый год у вас не будет процентов. Вы спокойно в течение года можете гасить задолженность. Забегая вперед, скажу, что у меня планируются выпуски с моего отпуска. И вот благодаря этой карте год без процентов я в этом году съездил в отпуск. Ну и второй QR-код. Это работа мечты. Доставка карт по удобному для вас графику. В общем, заходите, смотрите. Сможете спокойно работать и много зарабатывать. Ну, а я перехожу дальше. Следующий у нас матч. Следующий матч. Это Атлетика-Бенфика. Точнее, Бенфика-Атлетика. И здесь, конечно же, я говорю, что мадридцы все-таки будут сильнее. Опять же, не предсказываю легкий матч. Потому что я уже говорил, что Бенфика выиграли Цервену Звезду, да, в первом матче. И, конечно же, здесь будет не просто мадридцам, но Атлетика есть Атлетика. Они свой матч играли недавно с Реалом и в целом показали, да, что они и с Реалом могут бороться. В Лиге Чемпионов они выиграли Лейпциг. Далее, далее. Долго здесь задерживаться не буду. Перехожу к заключительному матчу. Это Лиль-Реал. Здесь все просто, 0-3. Ребят, ну, не вижу я то, что Лиль может побороться на сегодняшний день с Реалом. Опять же, если смотреть, и первый матч они проиграли Спортингу 2-0. То есть, они проиграют 2-0 Спортингу, а мы здесь ждем от них борьбы с Реалом. Не думаю, что сегодняшний Лиль может что-то противопоставить Реалу. Ну, может быть, в родных стенах они забьют. Хотя я и в это не верю. Поэтому беру сухую победу Реала 0-3. И на этом, на этом, на сегодня, в принципе, у меня матчей больше нету. Больше нету матчей. Их 6. Если бы было по старым правилам, то, думаю, надолго бы сегодняшний выпуск затянулся. Но у меня на сегодня все. Гололейла там, где голы. Если есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Отвечаю абсолютно всем.